Академическая наука плюс практика. Сами участники конференции подчеркивают, важно, что здесь, в Курске, выбрана тема, которая зачастую не представлена на крупнейших конференциях хирургов и онкологов. Именно отсюда рождаются новые технологии, которые потом, собственно, становятся на службу и диагностики, и хирургическому лечению, в том числе и онкологических заболеваний. Именно экспериментальная работа, она позволяет активно вовлекать наших молодых коллег, студентов, ординаторов, молодых ученых. Конечно, в первую очередь, это клиническое мышление. Уже на основании клинического мышления используются технологии. И те возможности, которые нам предоставляют наши коллеги из других специальностей, имеется в виду инженерных, технических, это, конечно, нечто потрясающее. Спасибо большое за приглашение поучаствовать в вашей конференции с мастер-класс и с докладом. Очень было приятно увидеть, что за пять лет, что здесь не было, очень сильно изменилось, все в лучшую сторону. Важный акцент конференции – направленность на будущих и начинающих медиков, в том числе организация работы молодежных студенческих научных обществ. Повестка затронет и ставшее актуальным импортозамещением. В фокусе внимания – разные нозологии. Приоритетом является вовлечение студентов и ординаторов в научную деятельность. Сегодня конференция, хотя она называется «Онкология и хирургия», но она охватывает как микрохирургию экспериментальную, так и клиническую хирургию, так и макрохирургию. Мы сегодня коснемся вопросов, начиная от макушки глаз и кончая периферическим кровообращением нижних конючек. Работа участников после самой конференции не завершится. Уже достигнуты предварительные договоренности для тиражирования опыта между вузами – Федеральным центром лазерной хирургии, а также Московским и Санкт-Петербургским НИИ неотложной хирургии и терапии – Орловским госуниверситетом. Вероника Викторова, Алексей Еременко. События дня. Вероника Викторова, Алексей Еременко.